МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшнем посяжении облаканкама разглядели готовность региона до работы в осенне-зимовый период, причем увагу надали не только организациям, а и некоторым галинам экономики. Загученной информацией ознайомились наши корреспонденты. Пытания под рыхтоки до осенне-зимового периода на парадку дня облаканкама можно лишить традиционным. Иншая справа, что селета отповедная работа проводилась у больш складанных финансовых умовах. Значные сродки были оттягнуты на боротьбу с коронавирусом. Тым не меньше зарабить отрымалося шмат. У селяким выпадку уже до 17 вересня по шпарты готовности имели усе тепловые крыницы. Гэта лепший покажчик у Беларуси. Все объекты подготовлены к отопительному сезону. Единственное, что может не удалось, в чуть меньшей степени удалось произвести какие-то модернизации, замены устаревшего оборудования в таком направлении. А так весь комплекс запланированных работ либо закончен, либо находится на окончательных стадиях завершения. Сирот принятых до ручения у распросовка плана забеспечения населенства пятной водой у выникания справленности системы водозабеспечения. До конца костричника отповедные распросовки усе районы повинны продоставить у областное управление Министерства по незвычайных ситуациях. А про шаттаго разглядаются технічные махчымости подключения у выникания обходности перасовных модульных котельняв до объектов социальной сферы. Особливая увага харшовой безпецы. Аграрному сектору необходимо провести великую работу. Починаючи от подрыхтовки малышно-товарных комплексов до зимового утрымания живёлы да нарыхтовки кормов у необходных объёмах. У совязи с несприяльными климатичными умовами у широку районов узникли достатково значные проблемы. Воды не хапала навыто рослинам, які ранее проблем с яей недохопом не имели. Межтым проведзены анализ свершыць. Ситуация не критичная. Першочерговые планы по нарыхтовце кормов будуть выкананы прикладно на 95%. У любым выпадку, у правонанні с минулым годом гэта достатково значный плюс. У кого с кормами проблемно, будут хозяйства, у которых корма уже, будем говорить так, достатки, то есть гнать туда свою технику и себе заготавливать там корма. То есть эта корма будет как бы уже их, и остаётся только переброска. Но между собой они разберутся. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, Телерадо, компания «Гомель». Тым часам аграры занятые на уборцы янтарного сборжа с белорусских палёв. Одночасово рыхтуются и насенние кукурузы для наступной пасявной. До речи, эта задача так само на контроле белорусских навыковцев. У тым лику Мазырской экспериментальной базы «Крыничная». Там займаются гатунками немецкой, украинской и белорусской селекций. На допомогу приходят сучасные технологии. Как проходить уборочное для навыковых специалистов, идти удастся закрыть внутренние потребы Белоруссии у насенном фонде. Больше подробязно в сюжете. Мы видим, опыление прошло, можно сказать, прекрасно. Хороший урожай, початок, видите, выполненный, полностью озернённый. Поэтому здесь очень неплохой урожай. Янтарная сборжа на реште готова до уборки. Для Мазырского района кукуруза основная культура займает больше, как половы у всех палетков. Урожайность 65 сантиметров с гектара. Кузовы наполняются заличенные хвелины. Отсюль промы маршрут на кукурузокалибровочный завод. Зараз приёмка початка уйдзе у режиме нон-стоп. Процесс круглосуточный. Для конвейера 35 человек. С початку уборочной яны проняли уже амаль 5 тысяч тонн урожаю. До речи, в перспективе усё гэта насенный фон для поселной 2021 года. Кабьон был выдатным, технологичные процессы на заводе постоянно шлифуюць. Одно з нового введенёв – системы телеметрии. Иншими словами, цяпер працу газовых горелок и процесс сушки контролюю личбовый интеллект. Климат-контроль регулируется одним кликом мыши. На каждом этапе урожай под навыковым контролем. У лабораториях с Божжи проверяют сноусходжесть и иншепокашики. На Допомозе сучастное обсталевание. Тут працуют с шестью сортами белорусской, украинской и немецкой селекции. Количество сортов у нас изменилось. Добавився КВСовский сорт – это клифтон. Но основные упор мы делаем на Полевской-212, которая 40% у наших посевных площадях. И он нас не подвел в этом году. Я думаю, что в пределах 8 тысяч тонн мы должны получить в этом году кондиционных семян. На Мазирском заводе опошню парту и кукурузы плануют принять у середине кастричника. Потребы краины крыничная закрыя на 50%. Воголе у Беларуси только носилась и зеленый корм уже убрана четверть угодзев. По темпах уборки у лидерах традиции на повдень краины. При этом аграры и отзначаются. Усталявалась все умеренно теплая надворья, а это самая главная умова для худкой и зладженной уборочной кампании. Миколай Скинсиян, Телерадио кампания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов. На посаду наместника министра Аховы Здоровье, главного державного санитарного урача Беларуси, узгодненный Александр Тарасенко. Отповедное кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. Александр Тарасенко до этого часа заявлялся главным державным санитарным урачом в Гомельской области. Президент так само дал згоду на назначение Игора Стома ректором Гомельского державного медицинского университета. Ранее он працавал доцентом кафедры инфекционных звароб Беларусского державного медицинского университета. За распаусюджывание коронавирусной инфекции все лета тема вакцинации супрозь гриппу знаходится на особливом контроле. Нагадаем, кампания в Беларуси стартовала 15 вересня. У Гомельской области пришапиться планую больше за 560 тысяч человек. Иммунизация проводится за сродки республиканского и местного бюджета, а так само за кошт предприемств и организаций. Препараты вытворчасти России, Франции и Нидерландов, которые добро себе зарекомендовали в минулом году, поступают в лечебные установы. В первую очередь пришапляться будут люди с групп высокой ризыки заражения. Это дети в возрасте до 3 годов, люди с хроничными захворываниями, старшие за 65 годов, тяжелые женщины, медицинские работники и педагоги. До речи, охоп вакцинованного насильства с 30% в 2011 году до 40% в 2019 году станучо отбивается на динамице захворывания на респираторные инфекции и грипп. Так, за прошлые годы, колькость зарегистрованных выпадков снижена на 42%. Научно уже подтверждено, что защита против гриппа, которая создана с помощью вакцин, в 2-5 раз эффективнее защиты, созданной противогриппозными лекарственными препаратами и народными средствами. Из 100 привитых пациентов от 70 до 98 не заболеют гриппом. 25-30% будут защищены не только от гриппа, но и от иных острых респираторных инфекций. По выниках анализу проведенного селета установлено, что сиротых, кто захворил на COVID-19, удельная вага прищепленных в супрозь гриппу значительно меньше, чем сиротых, кто отмовился от вакцинации. Сегодня пункт пропуску Новые Ярыловичи одновил работу. Об этом поведомили в Держпагранкомитете. По официальной информации, от украинского боку 21 вересня одновленный пропуск грамадян и транспорта у тымлику грузового. С 16 вересня он был часово закрытым. При пересечении границы необходимо уличить. Кабинет министра Украины обмежавал уезд замежных грамадян и особ без грамадянства до 29 вересня. Причина – борьба с распространением коронавирусной инфекции. Завтра больше 50 краин света примутся дел, что годовые акции «День без автомобиля. Беларусь» не выключение. В минулом году инициативу поднимали 77 городов нашей республики. У их леку – 21 город Гомельской области. Традиционная акция проводится в следующий день Европейского тыдня мобильности, который начинается 16 вересня. Головная мета – «Клопот об новокольном асеродзе» – створение комфортных и безопасных умов для пешеходов и велосипедистов. Улады закликают всех принять уделу компании, дать перевагу іншим способам перемещения. В тепережних умовах целком отмываться от автомобиля немогчима. Тем не менее, акция «Добрая нагода» донести до людей важность захования новокольного асеродзя. Кветки, веншавания и овации. Гомельский областный драматичный театр урочисто открыл новый 82-й сезон. Артисти представили гостям свою опошнюю премьеру – постановку знакомитого вишневого саду Чехова. «Ты помнишь, какая эта комната? Детская! Детская! Милая моя прекрасная комната! Вот здесь, вот здесь я впала, когда была маленькая!» Гэта опошняя пьеса русского классика, створенная за год до его смерти, напереды дни Першой революции в 1905 годе. Сам Чехов называл пьесу комедии. И если так, то это комедия непоразумения и недомовленностей. Режиссером спектакля стал лауреат международных и российских театральных фестивалей и конкурсов заслуженный артист России Зураб на Набашвиле. Вишневый сад у его постановцы – это свежий погляд на классическую пьесу, дополненный пригожими костюмами, декорациями и крональной музыкой. По традиции, у початку сезона на сцену вышел весь коллектив театра, как поветать до гачаканных глядачов и отримать веншавание. Поспели артисты початить гастрольную деятельность. 8 вересня выступили на столичной сцене со спектаклем «Гогольфатум». Которые были в Минске 8 сентября, они два раза передвигались из-за эпидемии, другие были проблемы, наконец-то это состоялось. Зрители просто уникальны, наверное, поклонники нашего театра, которые не сдавали билеты и ждали почти полгода и дошли до этого спектакля. Поэтому получилось после спектакля такой творческой встречи, коллектив, зрители, пообщались, критиков много пришло. Такой успешный, полный зал, кстати, был. Такой успешный гастроли для нашего времени просто замечательный, все довольные. На этом тыдне, 23 вересня, коллектив театра представит глядачам премьеру «Чорную комедию. Те я не стыкали» из «Молоком або без» по пьесе испанского драматурга Алонса Мильяна. У кастричнику артисты отправятся с гастролями по Гомельщине. Надошла осень, але она подорит же храм в области еще некольки теплых днем. Подадзенных метаролога у тыдень будет сонечным, опадки не прогнозуются. За уторка дача терга, температура поветра днем плюс 23-24 градусы, ночью 9-10 тепла. Худкость ветру до 8 метров за секунду. У пятницу и выходные поветра прогреется до 25 градусов, так само будет ясно и без дождев. Ночью в эти дни слупок термометра уздымится до плюс 16. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадо и компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Три человека погибли на пожаре накануне в Светлогорском районе. Трагедия произошла ранним утром. Около половины шестого в Центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в агрогородке Печищи на улице Соловьева горит жилой дом. По прибытии спасателей выяснилось, что в огне была еще и баня. Дом принадлежал 86-летней пенсионерке. Женщина проживала в нем совместно с двумя сыновьями, которые, со слов соседей, злоупотребляли спиртным. При проведении разведки спасателями в горящей комнате на кровати было обнаружено обгоревшее тело хозяйки дома. На соседнем диване находился также без признаков жизни ее сын. При разборке строительных конструкций спасателями в пристройке к дому был обнаружен второй сын. В результате пожара уничтожены баня, кровля дома, повреждены потолочные перекрытия и имущества в доме. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Светлогорский районный отдел Следственного комитета приступил к проверке, в рамках которой назначено проведение судебно-медицинских и пожаротехнических экспертиз. В Рогачеве автомобиль упал с домкрата, повредил бак и загорелся. Водитель оказался в реанимации. В субботу вечером мужчина ремонтировал автомобиль. В какой-то момент машина пошатнулась и упала с домкрата, повредив топливный бак. Бензин хлынул на раскаленную лампочку, из-за чего и начался пожар. 29-летний автомобилист сумел самостоятельно выбраться из смотровой ямы и позже обратился за медицинской помощью. Автомобиль сгорел дотла, поврежден и гараж. Мужчина с ожогами сейчас находится в реанимации. Кроме ликвидации пожаров, спасатели выходные оказывали помощь населению. В Гомеле девочка-подросток застряла в качелях. События разворачивались в воскресенье в одном из дворов на Реческом проспекте. Сообщение поступило около 10 вечера. Девочка 2004 года рождения, прогуливаясь по улице с подругой, захотела покататься на детской качели. Однако конструкция была рассчитана на значительно меньший возраст и вес ребенка. В результате нога подростка застряла в сидении. Работники МЧС при помощи ручного инструмента освободили девочку. Медицинской помощи она не нуждалась. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в конце минувшей недели недалеко от Мозыря. Под колесами БМВ оказался велосипедист, не обозначивший себя световозвращающими элементами. В пятницу около 8 вечера 38-летний житель Мозырского района, подъезжая на БМВ 5-й серии к поселку Криничный, в темноте не заметил препятствия и совершил наезд на 24-летнего велосипедиста. По предварительной информации, в момент ДТП велосипедист двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Велосипедист не был обозначен световозвращающим элементом, как и его велосипед. В результате наезда молодой человек погиб на месте происшествия. Водитель имеет удостоверение соответствующей категории. Отобраны биологические образцы для установления его физического состояния. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Встречал мяч до штрафной Горняков и выдал пас в центр. Ислам Тлупов в окружении защитников соперника не растерялся и пробил в нижний угол. В турнирной таблице «Славия» на 11-м месте насечкой «Шахтера» воспользовался Бате. Борисовчане победили в 24-м туре «Слуцк» 3-1 и единолично возглавили таблицу чемпионата. В первой лиге футбольного чемпионата страны сыгран 18-й тур. Сразу два поединка претендовали на звание «Центрального». Между собой играли команды из лидирующей пятерки. Гомель на «Домашнем газоне» с минимальным преимуществом обыграл лидера. Речицкий спутник. Единственный гол в матче на 40-й минуте забил Павел Теслюкевич. Зелено-белые подвинулись четвертой строки таблицы земляков из «Локомотива». Железнодорожники разошлись миром с арсеналом. Держицкий коллектив сохранил за собой третью позицию. Столичные кромкачи в 18-м туре записали в свой актив три очка и подобрались к спутнику на расстояние двух баллов. Светлогорский «Химик» проиграл «Пинской волне» 1-2 и замыкает таблицу чемпионата страны. Гомельский ВРЗ продолжает идти без потерь в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В третьем туре «Вагоностроители» обыграли «Борисов» 904-1. А вот «БЧ» первые очки потеряла. После первого тайма в домашнем поединке против «Столицы» железнодорожники горели 0-4. Дмитрий Некрашевич нашел нужные слова для своих подопечных. В середине второго тайма хозяева паркета выдали ударную пятиминутку. С 28 по 33 минуты в воротах «Столицы» побывало 4 мяча. По дублю на счету Павла Книги и Максима Евдокимова. К сожалению, взять в этом поединке хотя бы одну очко у гомельчан не получилось. Михаил Горицын на 36-й минуте оформил хит-трик и принес победу столичному коллективу. У «БЧ» после трех туров в активе 6 баллов. У «ЦКК» 4 очка. В третьем туре «Светлогорская команда» сыграла в ничью с Гродненским УВД «Динамо» 1-1. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова